приветствую вас и поскольку ваших вопросов как бы несколько и спрашиваете как быть в этой ситуации и что вам делать чтобы мужчина был с вами я постарался ответить сперва на первое потом на второй вопрос чтобы вам было проще понять ход моих мыслей во первых делать вам в этой ситуации нужно следующее для начала спросить себя вот о чем какое место какую позицию по вашему мнению мы хотели бы и можете заниматься в отношениях устраивает ли вас позиция постоянного инициатора диалога общения взаимодействия и так далее если нет а иначе бы наверное не писали сюда то в таком случае мужчине нужно сказать прямо то дорогой я все понимаю ты работаешь но прости мы там и слишком мало видимся мне нужно большего я начинаю сомневаться в том что ты мною дорожишь для человека у которого есть чувства этого более чем достаточно мужчина мужчина сделать все чтобы вновь доказать и показать вам что вы действительно для него дороги но пока то что с ним происходит напоминает ситуацию когда у человека появились много новых дел мою много новой работы и он под наплывом забот просто осознал что недостаточно сильно к вам привязан и недостаточно сильно вас заинтересован если это так то он не будет проявлять никаких никаких инициатив вновь и вновь и тогда не имеет смысл за него бороться потому что по сути отношения вы сейчас тащите одна на себе и отвечая на ваш вопрос как поступить в этой ситуации я скажу следующее вам поможет смещение акцента своего внимания с него на себя он живет у него свои дела и он так выбрал согласитесь это его выбор и выбор более чем осознанным потому что ну человек вот осознанно пришел к тому что вот он так сейчас живет и и понимаете для того кто хочет есть возможность для того кто не хочет есть оправдание ваш мужчина ищет эти оправдания он оправдывается тем чтобы с вами не разговаривать но вместе с тем боя не хочет вас сырят почему потому что с вами ему хорошо но хорошо не настолько для того чтобы для вас ряд что-то делать но настолько настолько для того чтобы не хотеть с вами полностью разрывать отношения то есть ему так удобно и неудобно вам соответственно тем что вы показываете свои заинтересованность в нем периодически вы к сожалению снижаете свою ценность он понимает что вы о нем беспокоиться он понимает что вы всегда пойдете на контакт всегда дадите о себе знать то есть вы никуда не уйдете не просадете вы его ждете именно такая позиция мужчины является наиболее опасна для женщины потому что женщина таким образом ставится в завистье в зависимое для себя положение женщина таким образом лишается фактически права выбора она перестает жить для себя она начинает жить только для него и к сожалению исходя из вашего письма элементы некоторые не все но некоторые элементы этого уже у вас проскакивают вы готовы сами сами рассылать резюме для за своего молодого человека согласитесь мужчина вот в большей степени сам организовывает свою работу он сам это делает и если он не хочет менять работу то он ее то есть точнее этого не меняет работу то он не хочет у меня она ему и она и она судя потому что он ей дает больше часа своего времени дороже чем вы и это его право это его выбор по сути вы уже знаете ответ на вопрос свой который вы задали просто он вам не нравится вы хотите получить подтверждение подтверждением и не получите потому что подтверждение отношения для мужчины что он вас теряет а он терять вас не хочет так как в вашем лице он получил для себя источник поддержки и женского внимания да может быть не совсем такого как он хотел да может быть не совсем такого как ему бы хотелось но у него есть это внимание и ему этому достаточно и поэтому ничего определенного он вам не скажет потому что определенность есть ответственность а ответственность ваш мужчина брать на себя не готов к сожалению поэтому вам необходимо исходить из тех фактов которые у вас сейчас имеются а это отсутствие интереса мужчины к вам как к женщине это нежелание вступать с вами в контакт причем нежелание явно очень сильное потому что он не звонит вам сам только когда вы напишете то если вы напишете то у него время появляется что вы не напишете времени нет согласитесь это довольно странно и именно из этих фактов вам и нужно исходить он не хочет и вы не звоните у него нет времени и вы в обязательном порядке постарайтесь найти себе чем заниматься чтобы не скучать и как только вы переключите свое внимание внимание с него на себя вы тут же осознаете что это не отношение это просто какое-то использование эмоциональный вас это вы почувствуете что это иллюзия что отношения заинтересованные люди искренне ощущающие друг другу симпатию так настроят но вы поймете это лишь тогда когда перестанете свое внимание и тратить на него а начнете делать что-то для себя и вот тогда у вас все будет далее отвечая на вопрос как сделать так чтобы он был с вами ответ на этот вопрос органично вытекает из всего того что было сказано перед этим органично почему потому что а для того чтобы он был с вами нужно чтобы он боялся вас потерять покажите ему что вы его не ждете что вы независимы от него что вы делаете то что вы хотите покажите ему что если он не выделяет вам внимание то и вы не будете выделять ему внимание если он где-то пропадает то и вы будете и если он не стремится сделать вас своей то вы найдете того кто кто будет стремиться сделать вас своей. Только страх потерять вас, молит волкнуть мужчину на какие-то поступки. И если не толкнет, значит чувств к вам у него никогда не было, и бороться вам не за что. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остаются, обращайтесь в скишку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok